Госдума приняла закон, разрешающий полицейским проникать в жилые и другие помещения, вскрывать автомобили и не сразу представляться задержанному. Кроме того, правоохранитель получит право временно ограждать места проведения публичных и массовых мероприятий. В каких случаях, в страже порядка, можно будет вскрывать квартиры и машины? Госдума приняла резонансные поправки в законы полиции. Теперь их направят на утверждение в Совет Федерации. Полномочия правоохранителя расширены в честь проникновения в жилище и вскрытие автомобиля. Сотрудник полиции получил также право не сразу представляться гражданину. При этом самые спорные моменты из проекта решили исключить. О том, что в итоге поменялось, Евгений Пильчук. Проект поправок в закон о полиции, который вносило МВД, обсуждался полтора года и претерпел несколько существенных изменений. Положения в итоге сильно смягчились, а некоторые были и вовсе отменены. Из уже принятого полиция получила право проникать в квартиры, дома и на земельные участки тех лиц, на кого указали потерпевшие или очевидцы, как на возможных преступников. Раньше можно было проникать в жилище, только если хозяин имел официальный статус подозреваемого. Также полиция теперь может вскрывать автомобили, если есть угроза жизни, массовые беспорядки, ЧС, или требуется изъять оружие или наркотики. Принят целый регламент, как это делать, если водитель находится за рулем. Если его нет, МВД обязаны оповестить его о вскрытии в течение суток. А пока обеспечить безопасность авто от проникновения посторонних. Другими словами, отправить на спецстоянку. Поправки комментирует председатель Координационного совета Московского межрегионального профсоюза полиции и Росгвардии Михаил Пашкин. Самая хорошая поправка по поводу машины. Задержали какого-то человека, он не хочет открывать машину. Подозрение, что он пьяный или угонщик. Раньше целые проблемы были у сотрудников с этим делом. Разобьешь стекло, накажут. Сейчас не открыл, под видео разбил стекло и вытащил этого человека, составил протокол машины на штрафстоянку. Ну а по поводу проникновения в жилище, забыл на дверь, там кого-то причинит рез здоровья, и это окажется ошибкой, то сотрудник полиции будет отвечать по всей строгости. Вот этот новый закон принят по тем фактам, которые уже фактически действовали, просто их узаконили. Еще один важный момент. Сотрудник полиции теперь не обязан представляться гражданину, если требуется срочно пресечь преступление или задержать подозреваемого. Так по факту было и раньше, просто теперь прописано в законе. Полицейский представится уже потом. Когда инцидент будет исчерпан. А вот гражданин будет обязан по первому требованию сообщить фамилию, имя, отчество. Поправки, которые вызывали наибольшее возмущение правозащитников, в итоге отменили. Это два пункта. Сотрудник все так же не имеет права открывать огонь, если человек решил к нему приблизиться. А также по-прежнему несет ответственность за действия при исполнении. Убрали два самых нелогичных момента. Соглашается адвокат Московской коллегии адвокатов, князев и партнеры Артем Чекотков. У нас ответственность должностных лиц, которыми являются в том числе и сотрудники полиции, в случае наступления ими тяжких последствий, она устанавливается уголовным кодексом. Не мудрено, что такая норма была исключена. Что касается второго исключения возможности применять огнестрельное оружие, если человек просто передвигается в сторону полицейского, то здесь тоже следует положительно отнестись сопрямительно к отмене данного положения, потому что в настоящий момент закон достаточно, по-моему, точно и детально регламентирует, когда правоохранитель вправе применить огнестрельное оружие, а когда нет. Наконец, поправки уточняют право полиции по оцеплению. В его границах можно будет обыскивать граждан и досматривать машины. Если последует отказ, пешехода или водителя могут либо не впустить, либо не выпустить с оцепленной территории. Насколько большое может быть оцепление, в законе не уточняется. Сюда же относится право полиции ограждать места проведения массовых мероприятий, концертов или митингов. Теперь поправки отправятся на утверждение в Совет Федерации. Там уже заверили, что 15 декабря их рассмотрят и поддержат.